Ликбез. Лимфатическая система. Как я уже сказала, лимфатическая система это жидкостная система. Мы с вами жидкостные существа. На 80% состоим из воды. Вы об этом знаете, вы об этом слышали не раз. Но какая жидкость у нас в организме присутствует? Во-первых, это жидкость в виде нашей крови, кровеносной системы. И вторая половина нашей жидкости это как раз лимфатическая жидкость. То есть кровь и лимфа. По составу они достаточно похожи, но в лимфатической системе нет эритроцитов, а есть большое количество лейкоцитов. Это наша армия защитных функций организма. Насколько вы помните из уроков биологии и анатомии в школе, которую мы проходили. И в отличие от нашей кровеносной системы, в кровеносной системе у нас имеется сердце, которое постоянно качает нашу кровь. И поэтому она не застаивается, она постоянно циркулирует, потому что поршень постоянно толкает под напором кровь. И она циркулирует по всему нашему организму. Конечно, когда мы занимаемся спортом, то тогда у нас гораздо лучшее кровообращение. Когда мы не занимаемся спортом, мы тоже не умираем. Что касается лимфатической системы, лимфатической жидкости, ее главное отличие от кровеносной системы заключается в том, что у нее нет такого сердца, нет такого поршня. И ее прокачивают, как вы думаете? Что отвечает за прокачку лимфы? За прокачку лимфы отвечает наша мышечная система. Да, вижу, что вы пишете. У нас есть небольшая задержка в трансляции. О, Зинаида, вы просто потрясающие. Мышцы и икры. Да. Лимфатическая система, ее сердце, это наша мускулатура. Когда мы напрягаем мышцы, во время ходьбы икры у нас работают. Либо когда мы пошли в тренажерный зал, качаем бицепс или, я не знаю, отжимаемся, у нас идет сокращение мышц. И за счет сокращения мышцы у нас, как под воздействием поршня, выталкивается вперед, продвигается вперед лимфатическая жидкость. Да, действительно, у нас сердце лимфы находится в икрах. Все дело в том, что наша лимфатическая система устроена таким образом, что она двигается снизу вверх. Снизу вверх. Но ни в коем случае не в обратную сторону. И поэтому очень полезна в первую очередь, конечно же, эта ходьба, когда у нас задействуются икры. И когда у нас икры всегда немножечко тренируются и подталкивают нашу лимфатическую систему к действию, к работе. Что же делает лимфатическая система? Она как трубопровод нашего организма собирает все-все-все токсины. А шлаки и токсины, знаете, в чем разница? Тут оказалось, что мало кто задумывался об этом. Токсины это то, что у нас в мельчайших пространствах, в межклеточных пространствах находится. А шлаки это те камни, тот мусор, который лежит в основном в протоках нашего организма, в нашей пищеварительной системе, в кишечнике. И шлаки это прям, знаете, вот эти вот, в общем, разберемся как-нибудь на следующем занятии. А токсины это то, что как раз у нас плавает в организме наших жидкостных системах. Поэтому, конечно же, у нас клетка, когда к ней приливают кровь, к ней приливается много разных микроэлементов, разных питательных веществ, кислорода. Клетка поела и дальше клетка выделяет и выделяет продукты распада, как мы, да, поели и потом нам нужно все это дело выделить. То же самое делает клетка на своем уровне, и она выделяет это все в межклеточное пространство. Межклеточное пространство, оно наполнено лимфатической жидкостью. Лимфатическая жидкость, как я уже сказала, в ней у нас лейкоциты. Это ребята, которые, вы не поверите, я наблюдала их под лупой, не под лупой, а под микроскопом, который в несколько тысяч раз увеличивает все-все-все-все-все-все. Это было феноменально. Лейкоциты это такие ребята, продолговатые бактерии, которые видят какие-нибудь болезнетворные бактерии, либо какие-то токсичные остатки. И они просто туда добираются, и это все лоу поют. Представляете, они наши защитники, наша иммунная система, они защитники нашего здоровья, нашего организма. Поэтому в лимфатической системе их достаточно много, и они, с одной стороны, питаются так, а с другой стороны, защищают наш организм от разных воспалительных процессов, помогают нормально функционировать, быть здоровым. В тот момент, когда у нас лимфа застаивается, она естественным образом начинает густеть. Давайте разберемся, почему застаивается лимфа. Как мы уже с вами определили, одна из причин это малоподвижный образ жизни. Когда мы с вами не двигаемся, когда мы с вами сидим на одном месте, не знаю, приехали в офис, в офисе посидели, приехали домой, дома посидели. Конечно же, мы абсолютно никак не двигаемся. Да, когда не пьем воду. Давайте, я вам помогаю. Гиподинамия, да, это малое движение. Вода, безусловно, она разжижает, разжижает и кровь, и лимфатическую систему. Поэтому, чтобы она не застаивалась, не густела, чтобы в ней токсины не скапливались, нам необходимо двигаться. Дальше, пить достаточное количество жидкости. Про жидкость я могу вообще отдельно, мне кажется, давать лекцию, потому что там очень много разных нюансов в самой воде. Живая вода, мертвая вода, какое количество, зачем, как избежать отеков и так далее. А дальше, смотрите, у нас лимфатическая система, она, получается, все токсины собрала в межклеточном пространстве, и ей нужно их куда-то выбросить. Какой-то трубопровод нужен. У нас есть четыре системы выделительные, через которые у нас выходит вся гадость, которую собрала на себя лимфатическая система. Помимо этого, все, что лимфа собрала на себя, она ведет это к лимфатическим узлам. Там идет перераспределение, распределение всех вот этих токсинов, каким образом организм будет их выводить. Первое, желудочно-кишечный тракт. Кто знает, тот молодец. Но в кишечнике у нас самое большое количество лимфатических узлов, и там идет как раз все-все-все сбрасывание вот этой вот гадости, которую мы поглощаем с экологией, с питанием, наши глютаматы, натрия, усилители вкуса, красители и другие вещества, которые находятся сейчас в питании. Поэтому все это сбрасывается в лимфатические узлы и выводится нашей системой. Желудочно-кишечный тракт, то есть через кишечник. Дальше мочеполовая система, тоже через туалетные дела. Следующая система, это респираторная система. Когда мы с вами, не дай бог, заболели, да, и чихаем, кашляем, у нас насморк, тогда вы должны знать, что ваша лимфатическая система была загрязнена. И в данный момент она производит те самые очистительные работы. В этот период ни в коем случае нельзя блокировать эти очистительные процессы. Потому что обычно что мы делаем? Мы сразу же начинаем с ксилометазолином, да, ведь брызгать разные капли, которые блокируют и купируют процесс очищения нашего организма через, например, через насморк. Что можно делать? Можно и нужно запомнить одно важное правило. Нужно промывать и ни в коем случае не купировать. Так, мы с вами, получается, желудочно-кишечный тракт, мочеполовая система, респираторная система очищает нашу лимфу. И финальная, это наша кожа. Смотрите, если вы, у вас хорошее потоотделение, извините меня, да, все мы люди, но тем не менее. Если вы потеете и вы используете дезодоранты, антипреспиранты, которые защищают вас от потоотделения на 48 часов, то таким образом вы блокируете работу вашей лимфатической системы. Вы просто ее запаяли, вы просто ей, я не знаю, камень преткновения поставили и не хотите ничего с этим делать. Она только вот понесла, понесла все вот эти вот токсичные вещества, чтобы выделить через пот. А именно через пот они зачастую выделяются, выходят из нашего организма. А вы взяли, помазали антипреспирантом на 48 часов и приехали. Что остается делать в лимфатической системе? Забрать это все обратно и потащить обратно в организм. Субтитры сделал DimaTorzok